Итак, друзья, всем привет! Вы на канале Холодная Ковка, меня зовут Максим. На прошлой неделе созвонился я со своим старым другом Александром. В нулевых мы вместе с ним работали на вахте в Новом Уренгое. И Александр сообщил мне, что наконец-то надумал заниматься холодной ковкой и планирует покупать станок для холодной ковки. Станок компании Профи. Разумеется, упустить такую уникальную возможность я не мог. Мне самому давно было интересно попробовать и посмотреть станки компании Профи в работе. Мы позвонили в компанию Профи, сказали, что нас интересует станок Профи 5. И спросили, можно ли приехать с камерой и поснимать. На что получили ответ, да, конечно же можно. Они устроили нам обзор не только интересующего нас станка, а показали вообще всю линейку выпускаемых станков. Показали, в чем различие между станками. Не пожалели ни времени, ни материала, ни трубы для демонстрации. Также показали нам новую модификацию станка Профи 3. О нем еще нет никакой информации ни в интернете, ни на самом сайте компании Профи. Станок еще только-только готовится к продаже. Я подумал, что это только для нас они устроили такую презентацию, так как мы приехали с видеокамерой. Оказалось, что нет. Всем клиентам, которые приезжают в компанию Профи, они устраивают такую демонстрацию. Не жалеют ни времени, ни материала. От снятого материала получилось очень много. Уместить в один ролик это никак не получится. И смотреть несколькочасовой ролик не каждый сможет, не каждому это будет интересно. Поэтому весь материал буду делить на несколько частей. И по мере обработки буду выкладывать новые ролики. Также я приобрел для себя комплект лекал от станков Профи. Позже я сниму ролик о том, как приспособить лекала от станков Профи на станок для холодной ковки улитка. Вот мы в Ульяновске приехали на станку с моим другом Максимом. Будем выбирать станок, который более подходит, нужен нам. Мы созвонили с менеджером. Нас должны где-то здесь встретить. Пойдем искать. Будем смотреть наш будущий станок. Итак, друзья, ну вот мы вроде нашли компанию Профи. Сейчас будем звонить менеджеру, чтобы нас встретили, показали нам все. Привет, профи. 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 Алексей. Очень приятно. Алексей. Максим, очень приятно. Проходите. Проходите. Мы про пятерку с вами разговаривали. Да, да. В принципе, станок уже подготовлен, осмотрим. Что-то. Да. Знакомое место. Дед, я это уже все видел. Мы есть везде. YouTube. Мы на канале на нашем. У нас сайт свой. Как бы это все отсюда. Так, извините. У меня сейчас телефон. Я отвечу. Так, что вы нам расскажете, покажете. Да. В принципе, станок вот. Сейчас мастер у нас выйдет, покажет вам, расскажет, как бы накрутить тестовые элементы. Ну, соответственно, зададите ему вопрос по станку, какие вас интересуют. Как бы все сейчас будет наглядно продемонстрировано. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам. Ну, что, как впечатление? Впечатление первое, так, интересно. Все посмотреть, попробуем. Очень, очень, очень интересно. Давно хотел тоже посмотреть. Посмотреть станки профи. Становки профи 5 данных. Подключение на 220 вольт. Частотный преобразователь. Ну, вот эти все элементы, они выполнены на станке профи 5. Становки работы с профилями. На эту сторону, позиции. С профилями от 10 до 25. И также есть нанесение по куры, полная грая, 20. То есть один прокат десятки у канавки. Две пятнашки у В канавки. То есть широкое, узкое продавление. Двадцатый профиль тоже продавление УВ, широкое, узкое. По той полу, это играет на двадцатку. И работа в двадцатом профиле у канавки. Так, с этой стороны. Ну, занятие лапы. Это получается двадцатка плоскость, пятнадцатка плоскость, десятка плоскость. Это после проката декоративного сдавления. Лапы по плоскости. Дальше идет гуси на окно. Под пятнадцатую трубку. И под круглую трубу. До восемнадцатой максимум. Толщина стенки полтора миллиметра. И нижнее окно, оно универсальное. И под двадцатый профиль подходит, и под двадцать пятый. Также работа по плоскости, работа по ливру. Становка рассчитана на профильную трубу толщиной стенки максимум полтора миллиметра. Многие удушевляются работать с профилем 1.2, с миллиметровым. Элементы даже хорошие, качественные получаются. Мы предпочтение отдаем холодно-картным профилям. Потому что он более эластичный, и для гипта лучше подходит. Горячая карта, он более жесткий, более упругий. Можно работать и с тем, и с тем. У кого что есть. С противоположной стороны станка, это труба-гипт. Если есть желание, можем станок скрыть. Посмотрите, что там внутри. Сейчас все покажем. Посмотрите, что к чему. Корпись комплекта, это то, что идет со станком. Галочки отмечены, то, что в наличии. Это что это получается, направляющие? Это подающие линейки, куда профиль подается. Несплюснутые, чтобы не было подворота профильной трубы. Вот, и, соответственно, отсюда они уже профиль подали. Здесь уже непосредственно сам блок декоративного сдавливания. Через мотор-редуктор проходит там ведущий вал. И от приводной шестерни они все вращаются. Это вот верхний блок. Это вот у канавки. Нанесение фактуры, колотая грань. Катушки изготовлены стали 45-й. Все термированные, долговечные. Вот верхний блок, нижний блок. Здесь пластины, которые с отверстиями. То есть под соответствующей сечении профиля. То есть 25-е, 20-е, 20-е. Чтобы заготовка подавалась корректно. Чтобы не было подворота профильной трубы. Да, чтобы на скорости, допустим, чтобы не допустить ошибку, под углом не допустить заготовку. Вот. Здесь мотор-редуктор. Дальше здесь частотный преобразователь стоит. Данный Шнайдер. А не на всех станках у вас стоят частотники? Нет, это если подключение на 380 вольт, то без частотного преобразователя. Здесь коробка пускателей стоит. А, то есть чтобы мощности получается добавить? Нет, мощность, она одна и та же. Просто если на 220, подключение, двигатель также трехфазный. Вот, там просто подключение. Если на 380 с звездой, если на 220, треугольник. Чтобы не терялась мощность пишка? Нет, подключение на 220. Станок более, получается, универсальный. По мощности он не проигрывает. По мощности не проигрывает нисколько, ни грамма. Мощность вся тоже самая получается. Сейчас. А, ну и здесь уже на выходе вот стоят приемные окна. То есть откуда уже заготовки выходят. А цена у них какая, что 220, 380 одинаковая? Разница только частотный преобразователь. Дороже на 9000. А, ну дороже на 220 получается. Но универсальность добавляется. То есть этот станок на 220, 380 не везде есть. Да и ни к чему. На 220 он в любую розетку включается и вставляется. Даже если перепады напряжения есть, допустим, он все равно выручает. Сколько у него потребления? 2,2 киловатта? Полтора киловатта. Полтора даже киловатта? Полтора киловатта и движки тоже относительно. Ну, это вообще хорошо получается. Движки тоже на полтора киловатта. Свет моргать не будет здесь. Сейчас ту сторону. А при работе во временном скачках напряжения свет моргает? Нет, ничего нет. Даже сеть прошла бы, но он все равно регулирует это все. Ну, как у меня в мастерской. У меня 2,2 сечения провода. И при трогании моргать начинаешь. Начинаешь крутить, да, движок начинает трогаться. А у вас станок на 220? Да, да, да. На 2,2 киловатта. Нет, без частотника. Без частотника? Нажимаешь на педали и в момент трогания напряжение проседает и свет тухнет. А у вас инерция есть на станке? Ну, небольшая есть, да. Здесь то есть инерция или нет вообще отлично? Постыду. Педаль нажимаешь. Резкий старт, резкий стоп. То есть, любую вагонку можно подрегулировать. Вот это большой плюс. Я тоже привыкнуть долго не мог, что... Инерция все равно присутствует. И еще в зависимости какая труба, если пятнадцатую трубу одну крутишь, то нужно рассчитывать, да, что он мгновенно остановиться не может. Нет, здесь этого нет. Привыкать долго, да, это большой плюс. Вот, педаль одна установлена, но если есть желание, можно две установить. И на правую мелью рассчитывать, да. Ну, я продемонстрирую процесс. Вот, здесь уже установлен блок замятия лапы. Это после покраски тонущей. Новый, не облетел бы. Но работал из-за того, что испытываешь? Да, испытания проводили. Здесь планетарный редуктор стоит. То есть, он увеличивает мощность червячного редуктора в четыре раза. Один в четыре наоборот. Как на классике редуктор похожий. Да, шестерочный планетарный механизм. Тут, получается, уже эксцентрики, снизу концевой выключатель. Он работает, то есть, сейчас вам покажу, замятия лапы. Включаю, лежу. Вот, он срабатывает, останавливается. То есть, я сейчас кнопку нажимаю, заготовка заходит в гильзу до упорной планки. Кнопку нажимаю. Все, сейчас блок делает целые обороты, останавливается. Все. И так уже дальше на всех заготовках. Гробно. Упоры все отрегулированы. То есть, лапы, получается, максимально длинные здесь. Как сделать короче, там, в процессе я вам покажу, как это все делается. Да, ограничите. Эксцентрики, вот, самый ходовой, исходя из нашей практики, это пятнашка, плоскость. Он изготовлен из стали 9ХС. Оттермированный, долговечный, неубиваемый практически. Остальные эксцентрики все из стали 45 изготовлены. Ну, к ним как-то что-то делать надо будет, там, чистить, не чистить. Ну, это не забивает. Единственное, что это, если при интенсивной работе, допустим, работаете с профилем, если промасленный попадается, допустим, если раз в полгода можно открыть, просто эксцентрики обезжирить на выключенном станке. Чтобы проскальзывание не было. А так, здесь насечки есть, они предотвращают проскальзывание. Закрываем, накручиваем, испытываем станок. Давайте. По смазке тоже станок припихотливый. Как бы в моторе двух раздавайте, не нужно. И утечек, и подтечек там не бывает. Там все герметично. Да, да. Вот этот вот интересный момент, да, что обслуживать его. Какой периодичностью идешь. Опять же, если интенсивная работа, раз в полгода, допустим, боковые панели скрываете, этот планетарный механизм смазывать, любой жесткой смазкой, шрус, литол, солидол, без разницы. И вот нижние шестерни, посмотрите, здесь тоже жесткой смазкой. Много не надо. Самое главное, эксцентрики, это все работает на сухую. Эксцентрики и блок декоративного сдавления. Его смазывать ни в коем случае нельзя, чтобы проскальзывания не было. Ну и получается, и профиля надо смазать, если масло. Нет, протирать, если смазать. Ну, желательно, да. Сейчас в процессе накручивания буду прогонять, все нюансы я тоже все расскажу, все объясню. Это все на сухую, смазывается вот здесь, здесь. На трубогибе, здесь мы отсюда, наверное, не увидим, панель эту скрывать, если вскрыть, то там есть тавотницы. Но там все запрессовано, очень много литола. Да, там тавотни стоят. Там литола очень много, то есть там... Ну, за всю нашу практику, допустим, не было такого, потому что там смазка закончилась, так что туда можно не добавить. А сколько у вас компания уже выпускает станки? Я в этой компании работаю шестой год, а сам руководитель уже, по-моему, около 9-10 лет работает. А, станки вы... Для холодной ковки станки сколько вы уже лет выпускаете? Порядка 9 лет примерно. Порядка 9 лет. Да, но я в этой компании работаю уже шестой год. Постоянно модернизируете, я смотрю, постоянно что-то новинки какие-то появляются. Ну, естественно, если взять, допустим, 5-годовалый станок, вот сейчас разница колоссальная. Раньше была современная передача, отдельный двигатель, отдельный редуктор, допустим, было такое. Сам функционал станка. Да, все изменилось очень многое. Частотники тоже начали применяться, буду 3 назад. Так, да, много чего изменилось. Валы здесь усиленные. А вот тоже мне интересно, если я куплю у вас лекала и поставлю на улитку, на свою... А у вас посадочное место какое-то? Там посадочного места нету никакого абсолютно. Там просто... Просто винты? Да, и на винты садиться, чтобы я их потом мог уже на свои, это, на свой станок как-то установить, доколхозить. Да, без проблем. Я этот станок закрываю, и с базовой комплектации начнем, а там что интересно будет, и все на 8 продемонстрируем. Ну, это вот как раз получается то, что делаете, да? Это минимум, в принципе, вот это все, что вот здесь, вот на этом стенде, это все делается на базовой комплектации, исключая вот это. Это топ-комплектация, это венделяем. Ну, DL-2 называются, с обратным носом, с обычным носом, для републики можно делать. А все равно это базовая комплектация. То есть кольца, кстати, это кольцо 20 на 30. Оно изготовлено на трубогиле. Только на трубогиле, да? Да. Ну, можно оснастку так же перед него и сделать. Вот, под этим, допустим, оснастки есть. А это просто самый профиль 20 на 30, это полторашка, то есть ниже фон, ничего не надо. Это всего лишь мы сделаем. Ну, это сейчас все продемонстрируем, буду показывать, посмотрим.